Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости Skyway, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Из сегодняшнего выпуска вы узнаете о ходе строительства инновационного центра Skyway в городе Шарджа и объектов в Республике Беларусь, о текущей стадии производства подвижного состава Skyway, а также о визите звезды Голливуда в Экотехнопарк Skyway. А теперь обо всем этом подробнее, надеюсь, мы вас заинтриговали. За прошедшую неделю на строительстве инновационного центра Skyway в городе Шарджа были выполнены следующие объемы работы. Бетонирование арматурного каркаса и анкерного узла на перекрытии обеих анкерных опор первой линии. В начале и в конце работ сотрудники закрытого акционерного общества струнной технологии произвели окончательную приемку подготовки и контроль бетонирования плит перекрытия на анкерных опорах важнейшего элемента всей конструкции. Несущие плиты анкерных опор, совмещенных с пассажирскими станциями, были залиты во вторник. Поэтому через несколько дней, когда будет снята опалубка, строители приступят к самой ответственной части работ, монтажу предварительно напряженной гибкой рельсо-струнной путевой структуры провисающего типа. В первую очередь начнется монтаж анкерных узлов, которые рассчитаны на горизонтальную нагрузку в 250 тонн от предварительного натяжения струн, а также температуры и ветрового воздействия. Осуществлен геодезический контроль всех построенных сооружений в плановом и высотном положениях, а также геодезическая разбивка осей второго тестового участка. Продолжаются планировочные работы на площадке. Уже уложено и уплотнено с проливкой водой около 120 тысяч кубометров грунта, то есть песка. Площадка инновационного центра Skyway должна быть спланирована в соответствии с планировочными решениями технологического парка Американского университета Шарджи. И так получилось, что наш центр оказался в самой низкой и самой пересеченной части парка, поэтому основная часть грунта была завезена из карьера. Еще больший объем земляных работ предстоит выполнить в ближайшее время. Перейдем к прогрессу в строительстве объектов компании-разработчика технологий Skyway в Республике Беларусь. В плановом режиме ведется строительство объектов производственных помещений в свободной экономической зоне Минск, в деревне Королищевичи и на улице Селицкого, где продолжаются отделочные работы и прокладка внутренних инженерных систем. В экотехнопарке Skyway в городе Марина Горка близка к завершении модернизации первого километрового участка, что необходимо для его использования в испытаниях нового типа подвижного состава. Продолжаются работы по сооружению анкерной опоры второй жесткой путевой структуры или ферменного типа, можно также сказать шестой по счету рельса струнной эстакады в Мариной Горке, на которой отрабатываются проектные, конструкторские и технологические решения, необходимые для реализации проектов Skyway в странах с жарким климатом, в данный момент в Объединенных Арабских Эмиратах. Выполнены подготовительные работы перед укладкой асфальтового покрытия дороги, идущей через весь экотехнопарк, которые начнут укладывать на следующей неделе. Теперь кратко о том, на какой стадии находится создание подвижного состава Skyway. Осуществляется окончательная сборка пассажирского модуля и тяговой тележки первого опытного образца, самого легкого на данный момент транспортного средства Skyway, премьера которого состоится во время проведения Экофеста 2019. Вклеены стекла, установлены двери и ведется подготовка пассажирского модуля к дизайнерскому оформлению, прокладке жгутов, установке ручек, перил и громкоговорителя. В натяговой тележке собрана рама, установлены колеса и каркас обтекателей. На данный момент осуществляется промежуточная сборка и подгонка самих пластиковых обтекателей, после чего они будут отправлены на предпокрасочную подготовку с последующей окраской. Близится к завершению работу по подготовке высокоскоростного юнибуса к пусконаладочным работам. Полностью собранные тяговые тележки установлены на каркас транспортного средства. Подгонка панели экстерьера полностью завершена и сейчас они находятся на стадии окраски. Собран, протестированный и установлен накопитель энергии, чуть было не сказал потоковый накопитель, ибо то, что у нас сейчас происходит, это просто фантастика. В настоящий момент ведется установка электрооборудования, прокладка кабельных трасс и жгутов. В ближайшие дни планируется завершение установки и подключение электрооборудования, после чего на территории специального конструкторско-технологического бюро с опытным производством будет дан старт началу пуска наладочных работ. В субботу, уже после пятого выпуска новостей, Эко-технопарк Skyway посетил знаменитый американский актер Стивен Сигал. По его словам, желание посвящать больше времени подобным проектам, целью которых является сделать мир лучше, а также способствовать увеличению числа наших общих единомышленников и стало основной причиной данного визита в Эко-технопарк, экскурсию по которому провела Надежда Косарева, генеральный директор закрытого акционерного общества «Струнные технологии». Гости прокатились на Юникаре, высоко оценив комфорт, ходовые характеристики и великолепный вид окружающей природы из окна рельсового автомобиля Skyway. Актер проявил большой интерес к проектам Skyway и Spaceway, с благодарностью приняв в подарок от директора компании англоязычное издание монографии Анатолия Юницкого «Струнные транспортные системы на Земле и в космосе». Таков наш традиционный краткий отчет о прогрессе в развитии технологий Skyway за прошедшую неделю. Следите за обновлениями официальных сайтов Skyway, подписывайтесь на канал YouTube Skyway, поддерживайте наш проект, ведь наша реальность круче, чем фантазии Голливуда. Строй Skyway, спасай планету. Строй Skyway, спасай планету.